Приветствую вас. Смотрите, какая штука. Норму определяют, конечно, сами люди. Это факт. То есть, если папа спит с твоей дочкой и её подругой, и для дочки или для другого это нормально, то, соответственно, это нормально. Если не совершается никаких противоправных действий со стороны папы к дочери, по отношению к дочери, то всё нормально. Но, с другой стороны, и то, что жена спит отдельно, это также ненормально. Потому что жена, она, ну, абсолютно, на то и жена, да, наверное, чтобы не спать одной. А вот эта ситуация получается несколько странной. Потому что жена вроде бы есть, но в то же время она почему-то спит одна. Но, знаете, какая здесь штука, какая здесь есть ненормация? Она в том, что мужчина считает, мужчина считает, что можно жене, его жене. спать один. Мужчина считает, что ничего с его женой не будет, если он, если она будет спать один. И вот это уже куда более важный момент. Почему мужчина допускает, что с женой спать один? Вот в чем вопрос, и это очень важный вопрос, на который вам нужно найти ответ. Потому что я боюсь, что именно вы позволили мужчине, в своем поведении, прийти к тому, что можно ему подойдет. Я боюсь, что в какой-то степени именно вы привели своего мужчину к этой идее. И надо сказать, идея эта далеко не самая лучшая. Ну, потому что вы совершенно очевидно недовольны. А мужчина, ну, мужчина, 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 мужчина все устраивает. Вот. Для него все нормально. Потому что вы же позволяете так делать. То есть вы позволяете своему мужу спать отдельно. А два. В том плане, что вы не уходите. В том плане, что вы не доносите до человека то, что так нельзя и прочее. А какой ему мотив делать что-то? Какой мотив ему делать что-то? Что требует от него каких-то, ну, условно говоря. Для чего ему что-то делать? Вот. Такой вот непростой здесь момент. На мой взгляд. Вот. И я полностью понимаю вас. И я отдаю себе отсчет в том, что вам неприятно, что вам не может быть приятно вся эта ситуация. Но она, эта ситуация, как-то получилась. И нам с вами, наверное, нужно разобраться с тем, как, как эта ситуация стала возможной. Возможно, что вы спасите на втором месте после его дочери от первого брака. Причем, не в плане, да, а вот, ну, позиционирования какого-то, как родителей, да. А именно в плане вот, проведения досуг. У такого проведения досуга могут быть свои основания. Могут быть. Но они должны быть четко определены. И вам должна быть предоставлена возможность их либо принимать, либо не принимать. А вам, я так понял. Такой возможности не дал. Ну, здесь... Значинал. Все. Можно это... А... Активно... Свою позицию продвигать. Активно защищать свои интересы. Вот. Активно стараться доносить до своего мужа то, что вам, собственно говоря, важно. Вот. Не... Вот. Объяснять что-то человеку, да. Потому что вы можете объяснить, а можете не объяснить. У вас может получиться объяснить человеку. то, что вы хотите. А может и не... И не получится объяснить человеку то, что вы хотите. Ну, очень важно... А... Просто... Ставить перед... Фактом... Наличия у вас... Своих интересов. Просто... Очень важно... Ставить перед фактом, что вы... Какие-то вещи... Какие-то вещи... Не принимаете. Что вы... Какие-то вещи... Обказываетесь терпеть. И... За... А... Такого рода действиями... А... А... Значит... Ну... Соответственно... Будут... А... А... Определенные... Последствиями. А... Вот... А... Что случилось... Мужчина, к сожалению, ведет себя... Так... Как будто... Знает... А... Что... Последствий никаких... А... У его действий не будет. Ну... Коль не будет... Что... И... Делать мужчине... Ничего... В таком случае... Не нужно... Самое сложное... Зачем... В таком случае... Будете... Что-то делать... Мужчина... Существо... Ленивое... К сожалению... И... Просто так... На... Какие-то действия... А... Соглашаться... Не будет... Только если искать на мотивацию... Та... То, что... То, что... Происходит... Демонстрирует... А... Понятно... Та... Что вы... Для... А... Своего мужчины... Не согласны... В полной мере... Да, то, что... Происходит... Демонстрирует... То... Вы для своего мужчины... Ну... Не так важны... Но с другой стороны... Ведь мужчина... Чего-то хочет... И... По отношению... К вам... Он чего-то хочет... по отношению к своей дочери, он чего-то хочет, вот, и невольно здесь встает вопрос, а понимаете ли вы, чего мужчина хочет, насколько вам, например, ясна его позиция, я имею ввиду, я имею ввиду позиция мужчины, вот, не знаю ли она вам вообще, и, соответственно, если она вам не знаю, то как вы к ней, к этой позиции, своего мужчины относитесь, потому что именно отсутствие сформированного вашего отношения, с учетом всех последствий, с учетом всех нюансов, особенностей, вот, является тем ключевым моментом, на который вам следует обратить свое внимание. Вот, мужчины, по большому счету, плохо понимают, язык, слов, на котором, к примеру, выговорить, именно вы. Гораздо лучше мужчины понимают язык действий, для них это более, ну, более привычно, что ли, такая форма взаимодействия, и вам, вероятно, имеет смысл мужчины говорить на его языке, а не на языке слов, или на языке контекста, когда вы надеетесь, что человек, там, догадается, например, к чему-то, там, к чему-то, там, придет, и прочее. Он, конечно, может прийти, но может и не прийти. Вот, в чем заключается основной обыдал. И боже-негодяй входит в вопрос, что тогда вы будете, к примеру, делать, если он сам не дойдёт до каких-то вещей, да, что вы тогда будете делать. Важный ли это момент? Очень важно. Чувствуете ли вы себя защищённым с этой стороны? Я боюсь, что нет. Если у вас сложности, я боюсь, что да. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам, если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok